Всем привет, друзья! Давайте сегодня посмотрим на ситуацию, в которую попадают трактористы, а еще на то, какими необычными вообще бывают трактора. Будет интересно, но перед этим подпишитесь те, кто еще не подписан. В одном из лесов Доминики местные жители заметили огромную змею, размеры которой действительно поражают. Полагаю, мало кто в жизни видел особь подобных размеров. Даже не верится, что это настоящая змея. К слову, ее решили вывести из леса и показать людям, а для этого пришлось использовать огромный экскаватор. Пожалуй, после просмотра этого видео у некоторых людей может появиться еще одна фобия. Наверняка у вас есть знакомый или подруга, которые с полной уверенностью заявляли, все с завтрашнего утра начинают бегать. Однако от теории к практике они приступают довольно редко. Дабы мотивировать товарищей заниматься спортом, нужно их лишь слегка подтолкнуть. Автор видео нашел отличное решение. А этот тракторист смастерил себе комбайн для копки червей на рыбалку. Сначала кажется, что это нейросеть. Но нет, это реальный экскаватор. Говорят, его используют в Китае. Интересно, можно было бы у нас такой создать. В одном селе потребовалось переместить на новое место старый дом. Его сняли с фундамента и поставили на самодельное полозье из бревен. Дальше дело было за грубой силой. Попробовали тянуть гусеничным трактором Т4 без результата. Потом К700А дом потрещал, но сдвинулся с места. В движение он пришел лишь после того, как оба трактора начали работать в паре, соединенные стальным тросом. Если вы думаете, что это была легкая прогулка, то вы очень ошибаетесь. Особенно тяжело дались последние метры, где дом надо было резко повернуть в стесненных условиях. На востоке столицы водитель трактора не рассчитал габариты своей техники и протаранил трамвай. Инцидент, в ходе которого вагон общественного транспорта получил серьезные повреждения, произошел на Красно-Богатырской улице. По предварительным данным, никто не получил травм, а вот виновника аварии теперь ожидает серьезный штраф. Пришло время инноваций. А вы знали, что экскаватор – это мультифункциональная машина, которой можно найти тысяча и одно применение? Именно так и произошло в Нижнем Тагиле, где дорожники устанавливали новый дорожный знак. А в Китае мужчина воспользовался бульдозером, чтобы спасти семью во время наводнения. Этот рабочий из Пекина доказал, что бульдозер вполне может пригодиться для спасения человеческой жизни. Именно эту машину незнакомец использовал для того, чтобы добраться до семейства, оказавшегося в ловушке во время наводнения. Бульдозеру оказалось нипочем стремительное течение, так что в скором времени родственники оказались в безопасности, а их спаситель по праву может принимать слова благодарности. Посмотрите, как это с первого взгляда похоже на рок-концерт, но на самом деле это комбайн на хлопковом поле. В Барнео в Индонезии орангутан напал на экскаватор, который разрушал его лес. Животное набросилось на ковш, а потом попыталось пробраться к кабине. Горячие финские парни решили осовременить американское Родео, использовав вместо быка лесозаготовительный комбайн. Сорвавшиеся участники были облиты дегтем и обсыпаны перьями. Это видео было снято очевидцами в Ярославле, где водитель экскаватора на протяжении целого часа имитировал бурную деятельность, хотя на самом деле он просто копал воздух. Как говорится, солдат спит, служба идет. Раз сказали копать, от забора до обеда, вот он и копает. Вообще так провалиться это классика для бульдозера. Можно даже было бы попробовать поелозить с резким выворотом влево, вниз, а потом разбуравив дровку задним ходом выбраться самому. Но в траншеи труба, а лучше экскаватора в таких случаях нет спасителя. Хотя в принципе Урал или КамАЗ с лебедкой тоже бы могли вытащить. Однако экскаватор это стопудовая гарантия. Посмотрите, как используя возможности своего экскаватора, оператор без посторонней помощи сумел переправиться на другую сторону рва с водой. Иногда в поездках попадаются образцы техники, будто бы сошедшие со страниц фантастических романов. Например, в глубине болот Рязанской мещеры можно увидеть торфяные комбайны, вид которых заставляет вспоминать обитаемый остров Стругацких. В одном из районов польского города Люблин перед многоэтажками колосится пшеница. Дело все в том, что один из фермеров не продал строительной компании кусок своей земли и продолжает на нем сеять пшеницу и собирать урожай. А жители района с удовольствием за этим наблюдают и фотографируют его работу. По словам фермера, людям приятнее видеть из своего окна пшеничное поле, чем очередные застройки. Оказывается, экскаваторы тоже могут дрифтовать, только вот заканчивается все это не так гладко, как в случае с автомобилями. Война против мотоциклистов в Нью-Йорке длится уже давно. Причиной стал экологический вопрос и спокойствие жителей. Чтобы байки больше не портили экологию и не мешали своим шумом местным жителям, новый мэр решил раздавить их бульдозером. В Сверловской области автомобилисты стали свидетелями того, как 688-тонный шагающий экскаватор H1070 своим ходом пересекал проезжую честь. Перевозить подобные экскаваторы нельзя, а на их сборку и разборку уходит очень много времени. Жители Смоленска сняли видео, на котором экскаватор на понтоне плывет против течения Днепра. Что будет, если вас переедет комбайн? Кратко о том, почему женщины живут дольше мужчин. Как сообщают очевидцы этого события, подрядчики, которые выполняли условия муниципального контракта по очистке пруда в Прикамье, загнали туда спецтехнику. Экскаватор начал выгребать грязь, но ему удалось сделать лишь несколько движений ковшом, а потом тяжелая техника начала тонуть. К счастью, водитель успел вовремя выпрыгнуть из кабины в тот момент, когда сам экскаватор уверенно погрузился в грязь. Посмотрите, как договорившись с американцами Цахал самостоятельно переработали гигантский бульдозер под свои нужды. Бульдозеры Д-9 активно использовали еще во времена арабо-израильских войн, но всемирную известность получили гораздо позже, в 2003 году, благодаря кадрам программ новостей, на которых Д-9 просто сметали палестинские дома, как карточные домики. В этих операциях участвовали бронированные Д-9, настоящие танки для уличных боев. А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok